Ребят, всем привет! Я тут с вами решил немножко поговорить в виде такого довольно длинного видео, где не будет каких-то склеек и монтажа. И меня на самом деле давным-давно уже привлекал этот формат, я просто все его боялся как-то делать, потому что ну кто захочет смотреть 15-минутные видео в наших-то современных реалиях, где популярны всякие тиктоки и релсы с быстрым монтажом. Но потом я подумал, что для 5% скорее всего моей аудитории, может даже еще меньше, так или иначе, но возможно это будет. Интересно, а другие 95% пролеснут и в принципе ничего страшного, потому что здесь не будет каких-то уж супер монументальных мыслей, но просто вот иногда хочется устраивать такой формат, где буду просто с вами немножко общаться о том, что меня беспокоит и тревожит именно только с тем, что связано с моим творчеством. Никакой личной жизни, ребят. И собственно больше всего меня на данном этапе моей творческой жизни беспокоит то, насколько близок я в последнее время стал к выгоранию. И самое забавное то, что я знаю причину этого самого близкого к выгоранию состояния. Я думаю, многие из вас знают, как я уже миллион раз говорил о том, что за все один из лет, что я занимаюсь творчеством, у меня никогда не было менеджеров, продюсеров, лейблов и так далее и тому подобное. Не потому что я от всего отказывался, а просто у нас рыночек такой в России, по крайней мере в новоклассике, что никто не хочет этим заниматься просто так. То есть ты не представляешь интересы для вот этих вот менеджеров, которые представляют из себя таких толстосумов, которых интересуют только деньги и так далее. То есть в новоклассическом рынке у нас абсолютно все композиторы движутся самостоятельно. Либо же приходят какие-то дядьки или там тетки, да, как так сказать, которых интересуют только деньги. И если ты согласен на такого человека, которому, в принципе, абсолютно плевать на твое творчество, то окей, он будет там брать с тебя 30%, а твоя задача будет просто писать музыку, он будет заниматься всем остальным. Но мне никогда такое не нравилось, поэтому я еще с давних пор решил для себя, что я всем хочу заниматься самостоятельно. Ну, от этого еще и ты берешь все 100% сам и от концертов, и от роллтис и так далее. Это тоже приятная плюшка. Но если я начинал заниматься творчеством исключительно как хобби, то, наверное, работа эта стала для меня, наверное, только 6 лет назад. И, ну, собственно, начиная с первого моего тура и окончания университета. Это был 2019 год. То есть, да, вот получается уже где-то 6 лет. Музыка — это моя работа и мой основной источник дохода. И я помню, что когда я сделал свой первый тур, и, в принципе, до этого меня вообще не тревожило то, что у меня никого нету, ни помощника, ни менеджера, ни так далее. То есть тогда у меня был очень и очень маленький спектр каких-то обязанностей, в которые входило по большей степени написание музыки и изредка создать, ну, точнее, организация какого-нибудь концерта. И чаще всего либо в Москве, либо в Питере, потому что в остальных городах я как-то не решался делать концерты. Там я выступал исключительно по просьбе моих каких-то слушателей, которые сами хотели же там концерт организовать. Поэтому вообще я абсолютно сидел, кайфовал от жизни, потому что еще тогда случилась пандемия. У меня выстрел Яндекс.Музыка, которая смогла меня прокормить на протяжении двух лет пандемии. И это одни из лучших двух лет моей жизни именно в плане творчества были, потому что у меня не было никаких идеофиксов, у меня не было никаких угрызений и совести, что я ничего не делаю. Потому что пандемия же. Ты выступать не можешь, концерты по всей стране отменены, а значит, никаких гастролей ты организовать не сможешь себе. А значит, единственная твоя цель и задача — это создавать музыку. И это было прекрасно. Потому что, правда, я, во-первых, очень много отдыхал, потому что делать было банально нечего. И я мог спокойно полмесяца не делать абсолютно ничего, потому что я знал, что я ничего не могу делать. Я могу только музыку писать, но не могу же я писать его каждый день. А остальные полмесяца я, собственно, работал над какими-то там новыми альбомами и композициями. И самое главное, что тогда не произошло — это идея фикса про контент. То есть, несмотря на то, что тогда еще не происходили никакие ситуации в стране, был доступен и тикток, и свободный инстаграм, и прочее, у меня все равно не было... Аааа! Я вспомнил, почему его не было. Потому что тогда был тикток, но тогда не было рилсов, и тогда не было вк-клипов, и тогда не было ютуб-шорцев. То есть, тикток еще только, можно сказать, вот был на хайпе, и... Но среди музыкантов-неоклассиков не было каких-то примеров, где у людей бы это выстреливало. А соответственно, я там что-то изредка выкладывал, но оно абсолютно не давало никаких... Ну, выхлопа никакого. И поэтому я как-то особо и не парился, чтобы создавать каждый день что-то уникальное для этого самого тикток. И поэтому, правда, я просто сидел себе... А, и конкуренции... Не то, что конкуренции не было, а вот, правда, не было вот, да, вот как и сейчас, в двадцать четвертом году, к августу двадцать четвертого года, абсолютно каждый второй контент-мейкер и миллионы примеров, как люди, создавая там три-четыре вирусных рилса, становились в итоге популярными там музыкантами, художниками, поэтами и так далее. И поэтому, когда ты живешь в таких современных реалиях, где ну вот каждый второй чего-то добивается, просто делая, на самом деле жить тяжело со спокойными мыслями и заниматься исключительно только творчеством, потому что ты в любом случае хочешь быть этим самым контент-мейкером, который за счет маленьких трех-четырех видосиков сможет поднять себе какую-то там большую аудиторию, доход там и так далее и тому подобное. Вот, и поэтому вот, наверное, начиная с, как вот пандемия закончилась и как у нас произошли всякие события в стране, я помню, как очень сильно у меня, ну вот прям кольнуло в голове о том, что я помню, тогда у меня была фаза, я вот всю свою творческую жизнь разделяю на фазы. И тогда у меня была фаза гастролей, то есть для меня было четкое понимание, что не дай бог завтра что-то случится, да, куда-то там, не знаю, меня призовут или еще что-то, и нужно будет что-то делать, нужно, чтобы была какая-то подушка за плечами. И в такой момент я понимал, что единственное, на что я могу рассчитывать в плане более-менее хорошего дохода, это гастроли. И поэтому с февраля, какого там года, я уже не помню, 22-го, да, вроде, я делал себе по два тура в год самостоятельно, то есть это примерно, ну там, по 10-15 городов за квартал. И получается, ну это где-то по 30 городов в год. И это звучит несложно, если вы никогда не пробовали делать концерты. Но если вы попробуете сделать себе один концерт, казалось бы, ну вот позвонили вы там на площадку, договорились об аренде, не знаю, ну там, создали афишу, запостили в социальные сети, все, сидите на попе ровно и, откинувшись в кресле, просто ждете, когда билеты будут продаваться. Но билеты-то не продаются, даже несмотря на то, что у вас есть типа база преданных слушателей, и в принципе у вас много там подписчиков в инстаграмах и вконтакте, но билеты не продаются. И вот у вас начинается эта бесконечная головная боль, которая лишь на ваших плечах лежит, что вам нужно с утра и до вечера как-то придумать, как продвинуть ваш концерт, как можно сагитировать людей на покупку билетов. И вы с этими мыслями просыпаетесь, и вы с этими мыслями засыпаете. И я так жил два года, и поэтому я от гастролей очень сильно устал. Гастроли — это прекрасно. Гастроли — это возможность со своими слушателями увидеться, почувствовать их энергетику, дать им свою музыку, увидеть улыбку на их глазах. В общем, у гастролей очень много плюсов. Но когда ты делаешь все один, если честно, то под конец уже, получается, второго года этих бесконечных гастролей я уже от гастролей не испытывал ничего. Для меня это была просто рутинная работа, где лишь 20%, ну, может быть, 30%, занимало вот это вот приятное, окрыляющее чувство того, что ты делаешь что-то прекрасное, ты делаешь для прекрасных своих слушателей, которых ты очень ценишь и любишь. Но 70% занимало вот это вот просто «мне нужно заработать деньги». Да, это как бы меня, возможно, не в очень хорошем ключе перед вами представляет, для тех, кто дослушал до этого момента, но это просто правда жизни, что все равно по большей степени, если вы видите, что какие-то артисты делают гастроли и делают их очень много, то очевидно, что по большей степени это делается, ну, потому что это работа, потому что это чаще всего самый большой доход, вот процент дохода на артистов приходится не от роялтис, то есть не от площадок, а именно от гастролей. И поэтому тогда это были очень тяжелые два года, и мне кажется, лучше всех, кто видел, насколько сильно я устаю, это Милана, потому что, собственно, она всегда была рядом, и всячески мне пыталось помогать тоже с этими гастролями, на нее всегда можно было хотя бы перекинуть логистику, мое передвижение по гастролям. Вот, и потом, собственно, второй год закончился гастролей, и наступил этот год, то есть, ну вот, получается, с начала нового года 24-го. И я понял, что те два года смогли поставить меня на такое русло, на русло такого дохода, которое меня, можно сказать, немного избаловало. То есть я, не то, что мне деньги в голову ударили, нет, для меня все равно, первонаперво, это всегда будет творчество. Но я почувствовал настолько приятный комфорт жизни, где я могу себе, ну, не то, что ни в чем не отказывать, но где могу жить комфортно, не боясь тратить деньги на то, что мне действительно нужно. И когда это, когда я решил дать себе отпуск в 24-м году, я дал себе отпуск от кучи гастролей, и выступая только в Москве и в Питере в этом году, я понял, что я уже не могу просто отдыхать вне гастролей. Москва и Питер, на самом деле, собираются довольно легко, даже если особо ничего не делать. Понятное дело, что я уже по наитию делаю очень много, даже чтобы пропиарить концерты в Москве и Питере. Но я делаю все равно не так много, как если бы я там делал с концертами в Екатеринбурге, в Новосибирске и так далее. И вот я говорю себе, Дэн, ты делаешь себе отпуск, чтобы не выгореть просто в край. Отпуск один год. На следующий год ты снова должен сделать себе тур. Казалось бы, я сделал себе отпуск. И чем нужно этот отпуск себе забить? Конечно же, творчеством, которому ты на протяжении двух лет плодотворных гастролей, ты почти не садился за это самое творчество. Да, ты добил Мэйдэй, но этот Мэйдэй я просто добивал, знаете, уже на последнем издыхании. Потому что я настолько уставший был от гастролей, что у меня там буквально окошко открылось месяц, чтобы доделать Мэйдэй. И я абсолютно бесил, этот самый Мэйдэй доделал. Поэтому, возможно, собственно, в этом альбоме слышно, что я был уставший. То есть, вот я, мне, если честно, Мэйдэй, именно вот как сама музыка, мне очень нравится этот альбом, но то, как он записан, мне не нравится. Сейчас я могу уже это признать, почему я очень сильно хочу его перезаписать. Потому что дело даже не в инструменте, ну и в нем тоже. То, что на студии был так себе инструмент, а то, что я банально в тот момент был без ресурса. Я был ужасно сильно уставшим. И, но так или иначе, я его все-таки добил, окей. Но вот наступает 24-й год, и, казалось бы, просто, Дэн, отдыхай, устрои себе отпуск и занимайся творчеством. Но когда ты два года, 24 на 7, просто бесконечно работал, ты на такую волну встал, которая вот она тебя уже несет, знаете, просто на автомате. И слезть с нее просто невозможно. И как только у меня закончились гастроли, я в Новый год уехал в Архангельск, приехал обратно в Питер, и, казалось бы, просто отдыхай, накапливай силы, пиши музыку. Но я уже так не могу. Я понял, что я не могу проснуться с утра и день ничего не делать. Даже если я сказал себе, Дэн, не делай ничего, проходит час, не делай ничего, и у меня в голове надо что-то поделать. И это на самом деле ужасно. У меня мозг перетрансформировался в настолько, вот, знаете, ну, как бы вот этого рабочего наркомана. То есть мне стало доставлять не то что удовольствие работать, мне было приятно от чувства того, что я каждый день что-то делаю. Ну и кроме того, я думаю, вы сами понимаете, что когда все твое окружение, все твои друзья, вся твоя семья, они все равно с 9 до 6 работают каждый день. Ну, понятное дело, будни и выходные, но все равно даже некоторые выходные работают. Соответственно, да, причем здесь даже друзья и семья. Да вся твоя страна, вся, весь мир, они все равно каждый день работают. И как бы, ну, как говорится, чем я лучше. И понятное дело, что я при всем желании, вот на данном этапе, чуть-чуть, чтобы не сглазить, но я реально могу месяц, а то еще больше, вот реально лечь на пол и плевать в потолок и не делать ничего. И мало того, что там есть какая-то финансовая подушка, чтобы это ничего не делать, но как бы сейчас еще и с royalties тоже все в порядке. И в принципе на royalties я могу существовать хоть целый год. Поэтому я могу реально хоть целый год просто лечь и лечь и плевать в потолок. Казалось бы. Но даже несмотря на это, я так не могу. И здесь, собственно, и вот и случается то самое, вот это знаменитое нынче слово профдеформация. Тогда, когда я просто просыпаюсь и вместо того, чтобы уже как два года бесконечно клепать гастроли, я бесконечно клепаю контент. Он очень разный. И я бы даже сказал, иногда это контент, который не совсем даже и вам там не кажется нужен. Это лишь я думаю, что он вам нужен. И даже Милан уже сама часто замечает, зачем ты записываешь что и зачем ты записываешь это. А я реально в день мог записать по 4-5 каких-то разных видео, одно на тему микрофонов, другое на тему камеры, третье на тему там не то чтобы музыки, но там скажем про там фетровые пианино или еще что-то. И я просто, ну вот, забил себя в какую-то, в какие-то вот эти 4 стены контента, где я каждый день должен что-то создавать. И у меня как бы сложилось о себе впечатление, что я как будто, что я как будто стал не композитором-музыкантом, а я именно стал каким-то вот, знаете, вот этим вот контент-мейкером. И я понял, что я просто сменил сферу деятельности. То есть, после предыдущих 2 года я был концертным агентом, а этот год я стал контент-мейкером. И, чтобы вы понимали, это настолько, ну, настолько жестко мне в голову ударило, что каждый раз, когда я сажусь просто за творчество, я понимаю, что я 15 минут усидеть не могу. Раньше я мог просто в FL Studio там доделать какие-то проекты по 10 часов. Сейчас же я понимаю, что мозг у меня абсолютно в другое русло перешел настолько, что вот, опять же, я Untold Stories, вот этот вот тоже долгосрочный мой альбом, я планировал выпустить летом. Но, что вы знали, я так часто за него садился, и мне настолько не хватало усидчивости, чтобы даже банально посидеть в нем хотя бы полчасика. каждый просто вот идет там десятая минута, а мне уже приходит какая-то в голову идея, о, Дэн, вот сейчас прикольно, будешь взять камеру и вот то-то, то-то записать. И я бы не сказал, что самое-то грустное в этом во всем то, что я теряю себя, и я это прекрасно понимаю, что во всем этом я реально чувствую, что я работаю, а у творчества, именно вот чистого созидания, когда ты просто занимаешься над своей музыкой, у него есть именно прекрасное свойство, что у тебя нет ощущения работы, у тебя есть ощущение того, что ты делаешь что-то настолько прекрасное, настолько удивительно красивое и настолько опьяняющее и окрыляющее, что даже когда ты там доделываешь проект, который ты уже там делаешь год, оно все равно, хоть и иногда вызывает легкое такое ощущение рутины, но оно все равно вводит тебя в экстаз. И, ну, когда я даже занимаюсь контентом, когда я там занимаюсь монтированием, сведением там какого-то звука для очередного видео и прочего, или там цветокоррекцией, это тоже смена сферы деятельности, это тоже какое-то творчество, какой-то креатив. Но я понимаю, что это не то, это не то, в чем я как бы силен, это не моя суть, то есть я как можно дальше ушел из самого себя. И в этом плане это меня беспокоит. И в этом плане главным решением всего всех этих проблем могли бы стать две вещи, две прекрасные вещи, которых у меня нет. Первое – это тайм-менеджмент. Это тогда, когда я бы построил себе структуру дня. Я всегда этого боялся, потому что для меня это синоним рабочей рутины, потому что, да, вот у рабочего человека есть рутина с 9 до 6, а после он отдыхает. Поэтому я это всегда боялся и никогда не делался никаких расписаний. То есть я встал, и я сам для себя с утра решаю, что я сегодня делаю, когда я отдыхаю и когда я работаю. И в итоге получается так, что я просыпаюсь, весь день работаю, а когда уже иду спать, я такой, ну вот, можно наконец-то отдохнуть, потому что весь, вся страна заснула, а значит, пока она спит, вот я могу немножечко отдохнуть и снова возвратиться завтра к работе. Вот, первый это тайм-менеджмент, то есть банально сформировать себе какой-то график, то есть если я просыпаюсь, скажем, 12, то вот с 12 до 6 я работаю, а с 6 до 12, ну или я там в 5 ложусь, ладно, с 6 до 5, вот хоть убей, вообще не подходить ни к какой работе. Ну или там, да, с 12 до 6, там, ладно, с 12 до 3 я делаю какой-то контент, а с 3 до 6 я занимаюсь только творчеством и ничего другого, а уже с 6 до 12 я, скажем, отдыхаю. На словах это звучит очень легко, но каждый раз я понимаю, что там, не знаю, вот днем там Милана может сказать из-за того, что она тоже на удаленке работает, типа, а пошли там куда-нибудь сходим в кафе, скажем. И я такой, нет, я до 6 работаю, потому что у меня стоит это в расписании. Ну нет, конечно, я так не смогу сделать, скорее всего, я скажу, конечно же, пошли. И, соответственно, эти там 2-3 часа нужно переставлять на мои свободные часы или на часы творчества. И, короче, вот это вот, ну, когда у тебя свободный график, такой плавающий, иметь четкое расписание, мне кажется, безумно сложно, и именно поэтому я все никак к нему прийти не могу. А второе решение это наим помощника. Я тоже обязательно к этому когда-нибудь приду, и я очень надеюсь, что я правда к этому приду. Вот, но пока что как будто, ну, вы знаете, мне как будто нравится, я сейчас правда, вот признаюсь, но мне правда нравится нести все это на себе. Мне нравится чувствовать себя вот этим вот исхудалым, измученным мулом, который несет на себе 100 килограмм там какого-нибудь риса, и вместо того, чтобы вот идут там рядом 2 коня и еще 4 мулы, и вместо того, чтобы разгрузить какие-то, какую-то часть риса на них, ты вот сам несешь вот эти вот 100 килограммов, просто уже подыхаешь, но ты такой вот, а зато я один это вот все несу, я крутой. И понятное дело, что у меня есть такое вот, ну, легкое, как бы легкое, ну, даже нелегкое чувство того, что вот мне нравится иногда где-то сказать, там, даже в тех же социальных сетях, вот я все делаю сам, вот я все делаю сам. И это мне в том числе добавляет не то чтобы веса, как бы, своей работе, а, наверное, самоценности, что я понимаю, что я не только композитор, который просто пишет музыку, но я еще и тот, и другой, и так далее, и там монтажер, и таргетолог, и СММщик, и контент-мейкер, и так далее, и тому подобное. И это, опять же, это вот жесткая трансформация мозга, где я сам же себя в эти рамки загнал, и из них же, собственно, и выйти не могу. Поэтому для того, чтобы все это изменить, мне нужно полностью себя перетрансформировать и найти себе помощника и заняться тайм-менеджментом. Я очень хочу это сделать, потому что, говорю откровенно, я очень соскучился по творчеству, я очень соскучился по тому, для чего, мне кажется, я и был, грубо выражаясь, ну, наверное, послан сюда. Для того, чтобы созидать, для того, чтобы создавать творчество. Потому что, как живут зарубежные композиторы, да, у них есть большая команда, команда из людей, которая занимается как раз-таки всей вот этой волокитой, но которая не связана с творчеством. И вы скажете, да качо это остается творческому человеку просто вот отдыхать, наполняться, точнее, отдыхать, вдохновляться в этом отдыхе новым творчеством и созидать? Честно? Мне кажется, что да. Понятное дело, что это как-то звучит странно, типа, а почему тогда всем остальным нужно работать с девяти до шести, а что творческие люди такие вот уникальны, что все, что они должны делать, это просто писать музыку и типа плевать в потолок. Но я не говорю, что все настолько как бы категорично, но все-таки мне кажется, что творческий человек не должен забывать все-таки, что его цель это творчество, а все остальное это такая мишура, которая не должна, она может заполнять какую-то часть твоей жизни. В принципе, можно иногда даже менять сферу деятельности. Ну, скажем, да, вот вы месяц очень много созидали, создавали творчество, а в принципе, другой месяц можно и посоздавать контент. Это будет даже очень полезно, потому что вы целый год не сможете заниматься только творчеством. Но я говорю, в моем случае случилась крайность. Два года я занимался только концертами и не занимался творчеством, а сейчас целый год я занимаюсь только лишь контентом и не занимаюсь творчеством. И я понял для себя, что я какой-то максималист, я постоянно ухожу в крайности. Вот если занимаюсь контентом, я занимаюсь только контентом, если я занимаюсь гастрольными, я занимаюсь только гастрольными. А самое ужасное в том, что у тебя ресурс, это ни на что другое не остается, понимаете? И да, поэтому я ставлю себе цель найти помощника и все-таки немножко заняться тайм-менеджментом. Потому что вот даже вот сейчас я захочу заняться on tall stories. Господи, как я хочу вернуться к этому альбому, как хочу почувствовать это прекрасное ощущение расползающего какого-то тепла внутри от того, что ты создал что-то прекрасное, ты доделал что-то прекрасное, ты поделился этим прекрасным с людьми и они сами счастливы от того, что ты с ними поделился, это прекрасное чувство. И да даже просто вот как я два года сидел во время пандемии, и я не то, что даже создавал новое творчество. Я бесконечно там что-то копался в каких-то библиотеках, я изучал какие-то новые инструменты, новые эффекты. У меня там каждый день создавались какие-то демки, не потому что я за пианино сидел, а потому что вот я здесь какой-то новый эффект скачал, вот здесь я новый инструмент скачал. И ты постоянно, ты вот чувствуешь, как внутри тебя просто расползается это, знаете, свобода самовыражения, свобода творчества. Ты постоянно изучаешь какие-то новые чертоги своей души, своего творческого и креативного «я». И это вообще прекрасно. Я этого не испытывал три года, вы не представляете, я просто таким себя чахлым просто сухарем чувствую, потому что все, что я делаю, это вот работаю, и работаю с тем, что даже с творчеством не связано, я просто работаю в этой просто рутинной рутине, а так быть не должно, вот, поэтому капец, я наговорил вообще, я даже не уверен, что теперь я, знаете, как будто выговорился у психолога, я на самом деле даже не уверен, что я вообще с вами этим поделюсь, потому что, мне кажется, я наговорил там уже на полчаса, ну, даже если я выговорился просто сам для себя, наверное, тоже это полезно, поэтому, если вы этого не увидите, ну, наверное, ничего страшного, а если вы это увидите, надеюсь, что хоть кто-то досушил до конца, и что для кого-то это вообще было полезно, а вообще для кого это может быть полезно, не знаю, ну, может быть. В общем, в любом случае, спасибо, что вы у меня есть, и надеюсь, что я приду к тому, о чем я говорил в этом самом долгом-долгом монологе. Всем пока, ребят. Еще раз спасибо, и до скорых встреч. Пока.